Главное слово в каждой судьбе. В преддверии праздника депутат 23 округа Константин Ищенко пригласил жительниц своего микрорайона, чтобы поздравить женщин с праздником. Встречаться с жительницами своего микрорайона в преддверии Дня матери для депутата Константина Ищенко уже стало доброй традицией. Ежегодно он собирает вместе женщин, чтобы сказать сердечное спасибо за самый ответственный и нелегкий труд – труд матери. Дорогие наши женщины, позвольте мне от всего сердца поздравить вас с Днем матери. Мама – это первое слово, которое произносит в своей жизни человек. Мама окружает нас любовью и заботой, она ведет нас по жизни. Спасибо вам большое за ваши беспокойные сердца. Внимание, добрые слова, улыбки, подарки – все в этот день для прекрасных мам. Для каждой из них самое дорогое в жизни – это их дети. Первое слово, первые шаги, первые успехи – кто, как не мама, лучше всех помнит и хранит в сердце бесценные воспоминания. Старший сын, ему довелось, он в армию служил, в Чечню попал. И я благодарю Бога, что отвернулся живой и здоровой. Два сына – сына спортсмена, два сына акробата. Младшенький, важный чемпион мира стал и отстаивал честь города Волгодонска. На плечах этих женщин лежат ежедневные заботы о своих семьях, детях, родителях. Кто-то уже помогает нянчить внуков, а кто-то лишь недавно на себе ощутил все прелести материнства. Но в свой профессиональный праздник мамы 23 округа вместе принимают поздравления, в том числе и от творческих коллективов города. На самом деле, мамой не так трудно быть. Это большое удовольствие для родителей. А пожелать хотела здоровья, терпения и много-много сил, чтобы уступить в таких детях. Здоровья, во-первых. Крепкого здоровья. Хороших детей. Хороших внуков. Чтобы и не работали. День матери для России – праздник относительно новый. В календаре особых дат он появился лишь 13 лет назад. И уже успел полюбиться. Депутат 23-го микрорайона Константин Ищенко не обходит стороной ни один праздник. Для жителей округа уже стало традицией вместе отмечать День Победы 23 февраля, первый праздник весны 8 марта. В следующий раз жильцы микрорайона соберутся вместе за новогодним столом. Екатерина Львова, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.